Студенты профессионального педагогического колледжа в детском саду «Улыбка» провели занятия с воспитанниками младших групп по правилам дорожного движения «Наш друг Светофор» для выявления уровня готовности воспитанников избегать дорожно-транспортной ситуации, также активировать процесс мышления, внимания и речи у детей. Проходя практику, студенты набираются опыта в работе с детьми, при этом проявляя полученные знания в педагогическом колледже. Помощь в проведении мероприятия была оказана со стороны сотрудника ГИБДД Абдуна Саратовбиева, который рассказал детям о правилах поведения на пешеходной части автодороги. На дороге надо быть самым внимательным. Мужчины много сейчас в нашем времени учатся на больших скоростях. А то, что Светофоры стоят, их тоже надо, конечно, соблюдать, но там тоже надо быть внимательным. Надо ходить по тротуару, ночное время не выходить на дорогу, потому что у нас очень много наездов на пешеходов в ночное время. Летняя педагогическая практика позволяет студентам активно реализовывать приобретенные теоретические знания в деле, при этом подготавливая себя как будущих педагогов в работе с детьми. Так, работы развивают у студентов умение ставить воспитательные задачи и решать их в совместной работе с детьми, планировать результаты собственной деятельности. Поставленные задачи в процессе проведения занятий с детьми, по словам студентки Патимат Махтиевой, достигнуты, что является важным не только для самих студентов, но и для детей, которые узнали много нового о правилах дорожного движения. Я проводила с детьми мероприятие, оно называлось «Наш друг – светофор». Проводила я младшей группой, это номер один. Группа очень такая, ну, они маленькие дети, но они очень даже хорошо справлялись сегодня, они молодцы. Говорили о правилах дорожного движения, они узнали новые слова, как тротуар, пешеход. Основная трудность, по словам студентов, заключается в формировании детского коллектива в условиях короткой практики. Несмотря на отсутствие опыта работы с детьми, студенты, как правило, стараются находить контакт, используя индивидуальный подход к каждому ребенку.